Доброе утро! Для того, чтобы понять концепцию V3, которая лежит в основе данной системы имплантатов, мы в первую очередь поговорим об основных требованиях для стабилизации мягких тканей. Затем мы поговорим о дизайне пришейчной области реставрации, и затем мы поговорим о концепции V3, которая, соответственно, основана на вот этих правилах. Возвращаясь к 1988 году, одиночная имплантация в эстетически значимой зоне. Я протезировал на имплантаты, Коби Лансберг установил имплантат, и потребовался целый год для того, чтобы провести реабилитацию в данном случае. Это была реставрация с цементной фиксацией, абатман СРА-1, СРА-1 для тех, кто помнит такие абатанты, и наблюдение через один год послеоперационного. Результат великолепный, стабильные мягкие ткани, незначительная рецессия, но мы тогда это принимали ввиду хирургического, ортопедического вмешательства и тех компонентов, которые использовались. Через 15 лет мы видим, что ткани стабильны, и кость располагается вровень с первым витком резьбы, и через 29 лет кость располагается между первым и вторым витком резьбы, мягкие ткани стабильны, и мы считаем этот результат приемлемым, успешным. И это связано в первую очередь благодаря удаче. То, что мы знаем сегодня, мы, конечно, этими знаниями обладали 30 лет назад, и на самом деле за последние три десятилетия, особенно два десятилетия, многое изменилось, все, что касается имплантологии. И если сегодня мы сталкиваемся с подобными типами дефектов, с переломами корня, нам необходимо удалить корень зуба, мы должны учитывать то, что мы должны как-то справиться с дефектом костной ткани, мы можем получить подобные стабильные результаты, клинические, рентгенологические. Когда кость перекрывает шейку имплантата, и с эстетической точки зрения пациент доволен той гармонией мягких тканей, которую мы получаем, здоровые мягкие ткани, также и костная ткань. И то, что мы видим на данных клинических фотографиях, и рентгенологические. Подобное лечение, без сомнения, требует междисциплинарного подхода, когда мы очень часто используем и ортодонтическое выдвижение, и костную пластику, и разумный ортопедический подход. И работая в команде, мы можем добиться более оптимального результата, чем это было 10-20 лет назад. Наши пациенты сегодня ждут от нас высоких достижений с точки зрения эстетики. Мы стараемся повторять природу, используя ортопедические, конечно, компоненты, искусственные. И мы должны понимать, что лежит в основе успеха. Мы понимаем, что планку поднимают и подняли достаточно высоко за последние 30 лет, что касается имплантологии сегодня. Давайте начнем со следующего. Зададим себе вопрос, каково требование, которое необходимо соблюдать, чтобы получить стабильность мягких тканей, костной ткани, для того, чтобы создать объем в области шеи комплантатов. Первый вопрос, какой объем костей и мягких тканей требуется для того, чтобы быть на безопасной стороне и чтобы компенсировать со временем ремоделирование мягких тканей, каким образом снизить краевую резорпцию костной ткани, которая неизбежна или которая может наблюдаться в области многих систем имплантатов, неважно, на какой челюсти они установлены, каким образом мы можем сохранить мягкие ткани, твердые ткани, если они присутствуют на момент удаления зуба, каким образом сократить резорпцию костной ткани, которая происходит после удаления зуба, когда, соответственно, происходит атрофия вестибулярно-кортикальной пластины, и как мы можем сохранить ткани, если они присутствуют на момент удаления корня зуба. А если тканей не было, если у нас есть дефицит мягких тканей, твердых тканей, каким образом мы можем провести агументацию, как мы можем работать с тканями, какой тип трансплантата выбрать, мягкотканного трансплантата. Каким образом мы можем провести контурирование предисневого контура реставрации для того, чтобы добиться идеальной интеграции тканей, создать плотное кольцо вокруг имплантата для того, чтобы обеспечивать не только эстетический результат, но и здоровье нашим реставрациям. Каковы ортопедические стратегии и каковы этапы работы, которые мы можем сегодня использовать для достижения успешного результата, основываясь на данных литературы, на статьях, которые были опубликованы, я бы хотел резюмировать эти правила, которые обязательны в нашей практике для того, чтобы добиться стабильности мягких и твердых тканей вокруг имплантатов. Мы знаем из данных литературы, и есть целый ряд статей, которые утверждают, что толщина вестибулярной картикальной пластины в 2 мм является обязательной для того, чтобы избежать ремоделирования костной ткани в области шейки. Это не всегда достижимое условие, и что изменило за последние годы. Дополнительно к этому, когда мы говорим о высоте мягких тканей, мы знаем, чем толще мягкие ткани корональнее имплантата, тем больше мы сможем стабилизировать костную ткань. Соответственно, мы стремимся к максимальной толщине слизистой вокруг имплантата. То есть нам необходимо иметь достаточно высоту мягких тканей вокруг шейки имплантата. Мы также знаем, что шахту винта для абатмента, либо фиксирующего винта для коронки, мы не получаем оптимальную герметизацию, несмотря на фум-ленту или еще какие-то хитрости. Мы не можем добиться идеальной герметизации от проникновения бактерий с полости рта. Все равно происходит вторжение бактериальной флоры вот сюда, в переходную зону между имплантатом и абатментом, и наблюдается атрофия костной ткани и рецессия мягких тканей ввиду дальней бактериальной нагрузки. Единственный способ избежать подобного нежелательного результата – это использовать цельный абатмент, и также возможно использовать переключение платформ для того, чтобы сместить абатмент за счет уменьшения диаметра абатмента относительно платформы имплантата. Мы смещаем вот эту зону, контоминация от периферии, соответственно, горизонтально, внутрь, и тем самым проводим профилактику атрофии костной ткани, и у нас 2 мм горизонтального отступа от краевой кости в сравнении с ситуацией ранее. И также постоянный демонтаж ортопедических компонентов приводит к травме мягких тканей и может привести к рецессии и резорпции как следствие. И концепция 1 абатмент, фиксированной единожды, это желательная концепция, которую предпочтительно использовать по возможности для минимизации травмы, для того, чтобы не подвергать сомнению эстетический результат. Нет сомнений, что цементная фиксация с опорой на абатменты является высоким риском и может привести к развитию мукозита и переимплантита. Если 10 лет назад большинство врачей использовали цементную фиксацию коронок к абатментам, то сегодня однозначно предпочтительным типом фиксации является винтовая фиксация, ну, будет некий другой вид фиксации ортопедических компонентов посредством также винтов. И стремимся избегать использования цемента. Если мы ссылаемся на данные литературы, опять-таки, было доказано в ряде исследований, что цементная фиксация реставрации имеет непосредственное последствие, поскольку порой невозможно удалить излишки цемента, а порой и определить положение излишков цемента, и они накапливаются в области перехода между краем реставрации и гирляндой абатмента. И эта проблема может быть исключена, если мы будем заранее планировать установку имплантата с прицелом на винтовую фиксацию. Последующий прекрасный систематический обзор был опубликован циркской группой исследователей, которые пришли к выводу, что винтовая фиксация, ортопедический конструкт сопройной имплантаты имеет более высокую биологическую совместимость и однозначно является предпочтительной цементной фиксацией. Где мы должны устанавливать имплантаты? Сегодня, конечно, гораздо проще работать, чем 20 лет назад, поскольку мы можем планировать заранее, пока ЛКТ изготовили хирургические шаблоны, можем накладывать файлы STL, DECOM, сшивать, для того, чтобы создать очень точные шаблоны и установить имплантат по данному шаблону. Можно использовать различные системы навигации. Такой тип хирургического шаблона позволяет очень точно установить имплантат относительно запланированного положения, и это позволит нам использовать винтовую фиксацию реставрации. Почему мы проводим агментацию мягких тканей? И я не говорю сейчас о вертикальной агментации, а также о горизонтальной агментации, то есть увеличении объема мягких тканей с вестибулярной стороны. Ссылаясь на данные литературы, опять-таки, мы видим подтверждение тому, что... Статья, которая была опубликована несколько лет назад Ули Грюндером, и она демонстрирует, что если у вас есть соединительная ткань в области имплантата, мы можем провести профилактику атрофии более 1 мм по сравнению с участками, где не была проведена аугментация, и разница между участками, где была проведена аугментация, и отсутствует более 1,5 мм, что значительно, особенно для эстетически значимой зон. И в большинстве случаев при установке имплантатов требуется проводить аугментацию мягких тканей, особенно в эстетически значимой зоне. То есть в 100% случаев необходимо пересаживать сетельно-тканый трансплантат для того, чтобы получить плотную ленту мягких тканей, если только вы не работаете с очень плотным биотипом. Мягкие ткани бывают разных типов, и, говоря о трансплантатах, можно делать заборы с области бугра под последующей диапитализацией, можно пересаживать свободный десневой трансплантат, также диапитализовав его, можно использовать методику форточки, когда выделяют сетельно-тканый трансплантат и с толщиной мягких тканей. Все трансплантаты обладают своими характеристиками, своими особенностями, и диапитализованный свободный сетельно-тканый трансплантат берется из максимально верхнего слоя, более плотную соединительную ткань мы получаем. Конечно, если это субитриальный трансплантат с более толстой мягкой тканью, он обладает большим объемом железистых тканей, данная статья приходит в заключение в следующем, донорский участок на небе имеет наименьшее значение, гораздо более важна та методика, которую вы используете. Как я уже говорил ранее, это может иметь значение и сказываться на качестве трансплантата. Суммируем. Существует несколько требований, которые необходимо соблюдать для того, чтобы повысить шансы на стабильность мягких твердых тканей. Первое правило – нам необходимо увеличить толщину мягких тканей, соответственно, изменить фенотип используя тканый трансплантат. Нам необходимо иметь как минимум 2 мм мягких тканей в области шейки имплантата. Нам необходимо в большинстве случаев, ну, не только сохранять, если кость была, но и проводить аггументацию краевой кости для того, чтобы получить как минимум 2 мм. И в 2,2 получается 4 мм. Крайне редко бывают доступными эти 4 мм. исходно, соответственно, нам необходимо сохранить 3 мм, которые были исходны. И неважно, какая комбинация, сочетание, доминируют ли мягкие ткани, либо твердые ткани, гораздо больше иметь как минимум 3 мм толщины. Даже мягкие ткани чуть более важны, чем твердые ткани. Хотя, конечно, твердые ткани нам нужны для установки имплантата, но мягкие ткани в области шейки имплантата имеют большую важность для отдаленных результатов и их стабильности. Если мы говорим о вертикальном компоненте, нам необходимо быть как минимум 3 мм мягких тканей поверх краевой кости для того, чтобы получить защиту костной ткани и получить стабильность краевой кости со временем. Мы стремимся уменьшить, и если есть такая возможность, полностью исключить латеральную компрессию шейки имплантата на краевую кость. И это достижимо за счет использования различных видов дизайнов имплантатов. Мы вернемся еще к этому оптимальное трехмерное положение имплантата. Опять-таки, без сомнения, хирургические шаблоны позволяют нам легко удовлетворить данному требованию, используя технологии, которые есть под рукой. Мы большинство имплантатов сегодня устанавливаем с использованием хирургических шаблонов или хотя бы статомическое отверстие готовим по шаблону. Мы стараемся избегать использования цементной фиксации, реставрации. Если это требуется делать, то мы работаем очень осторожно для того, чтобы изолировать полностью операционную зону, для того, чтобы избежать попадания цемента под дизну. И мы стараемся минимизировать количество демонтажа ортопедических компонентов, именно абатмента, и использовать концепцию. Один абатмент с единоразовой фиксацией после установки имплантата. И мы руководим этапами работы ортопедические для того, чтобы все ортопедические компоненты имели биологическую составляющую. И используем биологические ортопедические концепции. Итак, давайте теперь перейдем от данных общих принципов, концепции ВИ-3. Мы поговорим с вами о дизайне шейки имплантата, что способствует работе с мягкими тканями. Давайте посмотрим на этапы работы в данном клиническом случае. Работа была выполнена несколько лет назад. Центральный резец был замещенным плантатом. Другой группой ученых и клиницистов достаточно глубоко имплантат был установлен. Мягкие ткани воспалены, очень тонкие, дистальный сосочек однозначно слишком короткий, и коронка выглядит неэстетично. Мы решили оставить имплантат там, где он есть, и постарались как-то изменить ситуацию в лучшую сторону, создать более благоприятные условия. С точки зрения костной ткани и мягких тканей, решили поработать с дизайном ортопедических компонентов. Во-первых, мы удалили коронку, которая имела цементную фиксацию, очень странный абатмент вот с таким ободом, и странная конструкция, но я его немножко доработал, я решил использовать для временной короночки, доработав его. И я изменил форму абатмента, сделал его максимально узким, без уступа, идеально заполировал, и мы зафиксировали абатмент на установленный ранее имплантат, мы шахту винта заполнили фум-лентой, сделали перебазировку пластмассовой заготовки, коронки, и опять-таки перебазировка делается вне полости рта, мы использовали вот такую ретракционную нить во время фиксации коронки, чтобы избежать попадания цемента под дизной, и буквально через некоторое время мы видим более спокойное состояние мягких тканей, да, небольшая рецессия наблюдается, и теперь мы создали более оптимальные условия с артиллерической точки зрения для следующего шага, следующий этап, это аггументация мягких тканей. Мы начали вот от суда, доктор Феррару провела аггументацию без отслоения лоскута, очень деликатный инструмент, используется для туннелирования мягких тканей в области имплантата и аббатмента, также расширив медиально и дистально, для того, чтобы проложить сюда цель на ткан. Трансплант – это очень тонкая манипуляция, которую необходимо выполнять очень аккуратно, скрупулезно, без резких движений, для того, чтобы это не привело к разрывам мягких тканей, и мы создали, доктор Феррару создал оптимальную мобилизацию тканей в области имплантата и аббатмента, делается забор трансплантата с неба, вырезается свободный дистневой трансплантат, удаляем эпителий трансплантата, после деэпитализации мы очень нежно протаскиваем, прокладываем, подтаскиваем трансплантат, укладываем в этот туннель, созданный ранее, и фиксируем швами. Теперь мы создали условия мягким тканям, более оптимальные для их созревания, заживления и созревания. Через 3 месяца мы видим разницу в топографии тканей, с вестибулярной стороны имплантата, мы видим в вециклюзионной поверхности, хороший объем получили, и мы сможем спротезировать на имплантате уже новой конструкции, титановое основание, титановый аббатмент и диссиликат лития поверх циркония на титановом основании, и винтовая фиксация. Вы видите ишемия тканей на этапе фиксации. Мы с вами говорим сейчас о коронках. Мы разделяем на две части. Вот более глубокая часть коронки, которая располагается рядом с шейкой имплантата, и поверхностная часть коронки, поверхностный контур, который касается свободной диссны. Вот эти два компонента, они называются по-разному, критический контур, субкритический контур, важный или менее важный. И мы решили убрать немного объема из поверхностного контура, придисневого контура, и мы видим, что ишемия отсутствует, но, тем не менее, ткани страдают все еще. Это означает, что контур нужно также модифицировать и более глубокой части. Я должен убрать какую-то часть циркони, и тогда у меня будет обнаженный титан. И это то, как выглядит постоянная коронка после обработки. Мы всегда стараемся в области имплантата, чтобы реставрация была максимально узкая. Неважно, на какой системе имплантатов мы бы не работали. Если мы сравним исходную ситуацию с той ситуацией, когда мы модифицировали более глубокий контур, поддисневый контур и придисневый контур реставрации, мы видим, как это отличается клинически. Посмотрев на рентгенограммы до операции, через год после операционной, через два года после операционной, мы видим, что кость вокруг имплантата, особенно с медиальной стороны, очень положительно реагирует на наши хирургические вмешательства и также ортопедические вмешательства, особенно с учетом той новой концепции, которую мы здесь применили. Если посмотреть на ткани через год после операции, мы видим очень хорошее созревание мягких тканей, и не только они здорово выглядят, здорово и здорово, но мы видим изменение уровня сосочков. Раньше исходно была разница в 6 градусов между медиальным и дистальным сосочком, а через год мы говорим о разнице в угле наклонов в 2,5 градуса, а через два года ситуация даже еще улучшилась и изменилась. Разница составляет всего 1,5 градуса, и мы знаем, что через три года все выровняется и по объему, и относительно контура. Мы знаем, что подобные хирургические вмешательства потребуют 2-3 года для того, чтобы добиться полноценного созревания мягких тканей, и со временем результат будет только улучшаться. Говоря об угле наклона при установке имплантата в эстетически значимой зоне, особенно на верхней челюсти, естественно, наклон будет диктовать, какой тип реставрации мы будем использовать. При остром углу нам необходимо будет использовать угловой абадмент. Есть определенные пограничные ситуации, когда мы можем использовать винтовую фиксацию, реставрации, используя современные технологии. И, естественно, имплантаты теперь устанавливаются более небно и более по прямой, тогда мы сможем использовать винтовую фиксацию и спрятать шахту винта в области ямки с небной стороны. Это, естественно, будет влиять на то, какой контур мы выберем под десневой части. Чем более небно мы смещаем, тем более горизонтально выглядит предесневой контур прорезывания. Это мы должны понимать, создавая дизайн контура реставрации для того, чтобы обеспечить оптимальную поддержку мягким тканям в области шейки. И пограничное состояние. Когда в прошлом мы сталкивались с тем, что нам приходилось использовать цементную фиксацию на угловых аббатментах, это значительно изменилось за последние годы благодаря новым компонентам, динамическим аббатментам. И те винты, которые можно подхватить вот такой вот отверточкой с определенным угловым, угловой шляпкой, и тогда мы можем легко и с небной стороны, и с окклюзионной стороны получить доступ к шляпке винта и не обязательно отвертку ставить по оси винта. И это дает нам большую вариативность при решении ситуации с винтовой фиксацией. Давайте посмотрим на разное положение имплантатов, используя разные системы. И те типы реставраций, которые были использованы, цементная либо винтовая фиксация. Что важно понимать? Неважно, какую систему вы используете, вам нужно выбирать минимальный диаметр пришечной области аббатмента. Это общее правило для всех систем. Нам нужно создать оптимальные условия для создания более толстого среднотканного кольца, который будет герметично запечатывать интерфейс между имплантатом и аббатментом. Каким образом мы создаем дизайн пришечного контура коронок? Много лет назад, в 1994 году, мы опубликовали серию статей. Тема была как раз использование концепции пришечного контура. Мы до сих пор пользуемся данной концепцией. Это самый простой способ контролировать форму пришечной части коронок. И эта концепция создания пришечного контура основана на достаточном объеме мягких тканей, поэтому мы создаем плюс ткань. Мы увеличиваем объем мягких тканей, тогда мы можем манипулировать этими тканями, например, используя ортопедическую контура. Это современный дизайн. Это модель, в основе которой лежит современный дизайн пришечной области. До начала лечения нужно создать диагностическое восковое моделирование. В данном случае нам нужно спротезировать на двух имплантатах в области центрального и бокового резцов. Мы снимаем отиски, можно сканировать, отливать гипсовую модель либо работать с виртуальной моделью на экране. И в то же самое время мы получаем идеальный контур коронок, воски и области шейки. Мы получаем идеальный контур мягких тканей. Также давайте постараемся скопировать идеальный контур с восковой модели на реальную рабочую модель. Мы маркируем на дубликации воска либо на самом воске контур с вестибулярной стороны и с небной стороны. Опять-таки это идеальная ситуация в воске. Затем используем силиконовый ключ либо с реальной моделью, либо с виртуальной моделью. Это еще проще. Легче это все перенести на рабочую модель. И, соответственно, когда мы получили маркировку идеального контура на модели, мы должны удалить внутреннюю часть на гипсе, то есть вокруг имплантата для того, чтобы создать пространство в области шейки коронки, для того, чтобы это отвечало новому дизайну мягких тканей вокруг имплантата. Это делается только лишь в области поверхностной части подисневого контура прорезывания. Мы не работаем с глубоким контуром. Мы модифицируем только поверхностный контур, который будет задавать форму коронок. Это то, как работает наш техник, как он создает коронки, как в данном случае, например. И через три года мы видим прекрасную адаптацию мягких тканей к пришейчному контру. Это в основе лежит идеальный придисневой контур, созданный на воске, на воске, на сковой модели, прекрасное созревание мягких тканей с разных ракурсов, также рентгенологический контроль. И мы чуть позже поговорим об этой системе имплантатов. Это не секрет уже больше. Это V3. Это абсолютно типичная картина, которую мы наблюдаем в области конструкции на данных имплантатах. Возвращаясь снова к литературе, есть определенные инсайты, которые мы игнорировали долгие годы. такое озарение к нам пришло. Многие исследования понимали данные физиологические процессы в области имплантатов, но почему-то профессионалы, стоматологи и имплантологические компании игнорировали эти факты. Мы знаем из ряда исследований, это одно из них, чем больше усилия при фиксации имплантата, так называемый торг, когда мы недостаточно развальцовываем эстетомическое отверстие, мы можем получить более высокое сопротивление при установке имплантата, соответственно, более высокую первичную стабилизацию имплантата, первичную стабильность имплантата, но что в последующем может привести к снижению процента контактной поверхности между костью имплантатов. Соответственно, если мы развальцовываем достаточно лунку, то мы получаем площадь контактной поверхности выше. И опять-таки, картикальная кость и губчатая кость ведут себя совершенно иначе. Данное исследование было проведено на собаках группой Ланга и Боттичелли, Росси и Линде и Десанктиса. И было обнаружено, что в картикальном отделе во время определенного периода заживления некоторых месяцев и в период нескольких месяцев наблюдается процесс резорбции, и картикальная кость, соответственно, подвергается резорбции. И пропорция новообразованной кости в картикальном отсеке или отделе грузы ниже, если сравнить с губчатой костью. Соответственно, в этом отделе картикальной кости, если вы слишком большой объем кости убираете исходно, или когда делаете компрессию шейки, шейка имплантата, особенно если есть имплантаты с такими с дивергентным типом дизайна шейки с конусом более выраженным, то трапециевидной шейкой мы можем привести к большему объему резорбции. Мы также знаем, что между первой и второй неделями после установки имплантата кость, которая отвечает за первичную фиксацию кость, которая фиксируется к виткам резьбы, соответственно, латеральная пика витка резьбы, она атрофируется, она резорбируется. И чем больше кости мы цепляем нашими витками, тем больше будет уровень резорбции в течение первых двух недель. Это важно понимать. То есть мы, с одной стороны, стремимся и выбираем более высокую первичную фиксацию, но если мы выполняем конденсацию костей, я теперь говорю о губчатой кости, не только о картикальной кости, и если мы получаем конденсацию костей витками резьбы, кость вокруг этих витков резьбы резорбируется в течение двух недель. Не только эта иного сформированная кость в этих участках не будет того же качества, как кость, которая будет создана в тех участках, где исходно не было компрессии. Где эта кость? И эта кость вот в тех самых камерах между телом имплантата и латеральной стенкой кости. Эти камеры, они заполняются кровью, сгустком, соответственно, превращаются в грануляции, грануляции трансформируются, замещаются временным матриксом, и это является основой будущей кости, которая в последующем минерализуется. По сути дела, мы говорим о процессе, который начинается с первой недели после установки имплантата, когда все участки вокруг имплантата, которые заполняются кровью, они, соответственно, включаются в процесс формирования новой кости. И, на самом деле, качество кости, которую мы получаем в результате из кровяного сгустка, владает максимальным качеством, которое мы действительно выбираем. И если вы хотите получить самое оптимальное качество кости, еще и отдаленно, нам необходимо стремиться к тому, чтобы вокруг имплантата было много крови, которая бы фиксировалась в этих камерах. И многие имплантаты, и система имплантата просто не позволяет нам удерживать кровь и тело. Имплантаты устроены таким образом в витке, таким образом, что кровь не задерживается. До начала этого тысячелетия разница между имплантатами заключалась в разнице их формы, в зависимости также в типе титанового сплава, который использовался внутреннее или соединение, или внешнее соединение. Это еще другой параметр, тип соединения. Но самое главное, что отличалось от системы имплантатов, слишком широкая шейка имплантатов. Так что не было достаточно костей в области кромки для созревания. И дизайн этих имплантатов нарушал те правила, которые мы стараемся соблюдать. И да, конечно, и ортопеды, и хирурги получали хорошие результаты, но иногда не стандартизированные. Сам дизайн имплантатов не способствовал получению хороших эстетических результатов. То, что меня беспокоило и некоторых моих друзей, мы знаем, что такое софт, это мягкие твердые ткани, но именно все железо зависит, все железо, оно зависит от дизайна имплантата, и, соответственно, нам нужно было, чтобы содержание нашего имплантата, оно поддерживало программное обеспечение, так называемое. И я был частью группы, группы разработчиков, которая участвовала в разработке системы Нобеля Актив. Я работала для компании Добребайке и для МАЭС, Дэнсплайс Ироны сейчас. И в 2015 году я разрабатывал систему V3, и это, мне кажется, шаг вперед относительно концепции Нобеля Актив. Концепция способствовала тому, чтобы сохранить максимальный объем ткани в огромном голове. Когда мы в живую кость устанавливаем титановый имплантат, кость должна принять это инородное тело, не отторгать его, и после того, как мы фиксируем искусственную короткую, неважно, на титановом основании, либо диоксид цирконии, если используется интерфейс, то также мы должны получить в итоге прекрасную интеграцию живых тканей и искусственных компонентов. На самом деле мы стараемся получить максимальный объем, это является обязательным условием для того, чтобы сохранить здоровье мягких твердых тканей, и благодаря новому дизайну самого имплантата, так называемого железа. И это способствует вот такой прекрасной установке имплантатов. Мы получаем красивые ткани вокруг имплантата с достаточной толщиной, с требуемой толщиной. Вот то, о чем я говорил, три миллиметра и более, это здорово, с вестибулярной стороны здорово, и также три миллиметра по вертикали, по вершике имплантата, это позволит нам гарантировать отдаленные результаты и здоровое состояние ткани. В 2015 году МАЭС, компания МИС, выпустили на рынок, но ограниченным тиражом систему В3. В3. Сегодня более 80 тысяч имплантатов было установлено спустя 2015 года. Я бы хотел поделиться с вами концепцией В3, которую мы разработали вместе с Риком Ван Дурмином и доктором Ювалием Джакоби. Эта концепция зиждется на трех принципах. Первое. Нужно создать отношение между имплантатом и эстатемическим отверстием таким образом, что при установке имплантата В3 была создана камера для стабилизации кровяного сгустка, что приведет к формированию костного ткани, и также добиться контакта между имплантатом и костью для оптимальной первичной фиксации, и это было сделано, чтобы это было сделано по умолчанию, по дизайну самого имплантата. Соответственно, последнее сверло позволяет нам создать данное условие. И корональное. В корональной части треугольная форма шейки, это позволяет снизить опорой и устранить полностью компрессию краевой кости. Опять-таки, по определению, как я уже говорил ранее, и мы в области плоской части, треугольной шейки, получаем больший объем костей. И целая серия ортопедических компонентов была разработана узенькая, узенький стебелек, так называемый, который позволяет сделать ортопедическую конструкцию максимально узкой для винтовой фиксации коронок, коническое соединение между имплантатом и абатматом, что обеспечивает прекрасное герметичное запечатывание и позволяет создать хороший объем мягких тканей вокруг шейки. А если посмотреть на V3, имплантаты V3, имплантат был сконструирован с определенным рядом преимуществ по дизайну, прогрессивные витки резьбы сверху донизу, и также для лучшей адаптации у нас были созданы такие желобки между витками резьбы 12 градусов угол конусности конического соединения, что обеспечивает прекрасное герметичное запечатывание и очень хорошую посадку ортопедических компонентов. Плоский апекс позволяет легко фиксировать, вводить имплантаты, если особенно мы хотим в различных экономических ситуациях более глубоко установить имплантат, но однозначно вот такая шейка плоская это является основным преимуществом. Мы постарались сохранить максимальный объем кости в области шейки имплантата. Если исходно есть 6 миллиметров ширина гребней, мы хотим установить имплантат диаметром 5 миллиметров. обычный имплантат с круглой шейкой мы установим таким образом, у нас будет с вестибулярной стороны, с дневной стороны, 0,5 миллиметра. Если мы установим имплантат V3, того же диаметра в 5 миллиметров, мы получим 1,2 миллиметра кости с вестибулярной стороны в области уплощенной части треугольника, в области грани треугольника. И если для того, чтобы получить 1,2 миллиметра в области 5 миллиметров имплантата, нам нужно будет отказаться от диаметра в 5 миллиметров и предпочесть более узкий. И, соответственно, 3,6 должна была быть, должен был быть диаметр имплантата. и разные диаметры V3 имеют те же самые характеристики, и, соответственно, это позволяет получить больший объем кости в области плоской части, плоской грани шейки имплантата. И это никаким образом не снижает прочность имплантата за счет уменьшения диаметра имплантата. что на самом деле мы видим при разной установке имплантата. Мы получаем больше объем живых тканей между имплантатами, либо между имплантатами зубом, либо между имплантатами мягкими тканями. и вот таким образом мы получаем больше объем костей, если мы пронажем данный поперечный срез. Означает ли это, что когда мы уберем титан, то убираем титан, вот сглаживаем эту грань, то это делает имплантат более хрупким. Мы об этом еще поговорим. В некоторых пограничных ситуациях, как в данном случае, мы не только больше костей получаем, мы установили имплантат после того, как удалили зуб с выраженной резорцией, с переломом корня, и нам пришлось использовать винтовую фиксацию из-за угла наклона имплантата. но если мы посмотрим на кость в области плоской грани шейки имплантата, это то, что мы действительно хотели бы получить, к чему мы стремимся, если бы мы установили обычный имплантат с обычной шейкой. вот таков был бы результат. Естественно, места для кости с вестибулярной стороны недостаточно. Ну, естественно, мы говорим об анатомическом положении кости с периферии шейки имплантата. Основное преимущество, их, на самом деле, три основных преимущества у данной системы. Очевидное преимущество значительное увеличение объема кости вокруг шейки имплантата. Это было доказано в ряде исследований на животных и на людях в ходе клинических исследований. И это то, что по умолчанию, по дизайну шейки имплантата вы получаете автоматически. Она круглая, эта шейка не является более хрупкой. Если сравнивать с другими имплантатами с диаметром 3,3, она не равна диаметру 3,3. Если сравнивать с различными системами имплантатами, которые изготовлены из разных сплавов, чистого титана, и из усталость металла пограничное состояние не меньше, а более того, гораздо выше, 370 ньютонов на сантиметр при диаметре 3,3, если сравнивать с остальными системами. Соответственно, данная треугольная шейка, она даже более прочная, если сравнивать с круглой шейкой. Второе преимущество, как уже говорили ранее, мы не получаем компрессию кортикальной кости. Это одно из основ... Это самое основное преимущество, на мой взгляд, потому что мы получаем не только сохранение кости со стимулярной и с немной стороны, но также и не приводим к компрессии. Вот мы помним о мини-зазоре. Он заполняется кровью, и нам нужно сделать так, чтобы в наши камеры попала кровь, и, соответственно, кровь трансформируется в сгусток-сгусток на этапе... в ходе заживления, трансформируется в кость. И третье преимущество... У нас есть три основные колонны, или три вершины, которые фиксируются в кость. Мы получаем хорошую, очень хорошую первичную фиксацию, в отличие от тех, которые, если говорить об очень узких, по диаметру имплантатов, у которых... И особенно если обратный конус у шейки имплантата... Мы сравнивали с тем же размером имплантатов разных дизайнов C1 и C7, также компанией МИС. Мы видим, что зеленый столбец, она не меньше, он не ниже, он более того, даже выше первые месяцы. Когда мы говорим о первичной стабилизации имплантата, она выше по сравнению с имплантатом с круглой шейкой. И... Если говорить о созревшей кости, вы видите, они все выравливаются. Но в первые... В первые две недели мы видим, что первичная фиксация, первичная стабилизация не ниже по сравнению с обычным планом. Глядя на данный клип, мы используем последнее сверло, естественно, сначала развальцом, более узкими, потом в ветре устанавливается на один миллиметр субкристально, относительно кромки с вестибулярной стороны. Кость по периферии контакта с вершинами ветков она резервируется, но вот эти... вот эти... камеры заполняют... между ветками и резервами заполняются кровью, которая трансформируется и в последующем минерализуется, минерализуется, и мягкие ткани запечатывают имплантат герметично, мы получаем прекрасные ткани, и мы выберем правильный дизайн поддесневого контура прорезывания и спротезированные импланты. Давайте посмотрим на один из первых имплантатов, на один из первых установленных имплантатов по хирургическому шаблону, готовим остеотомическое отверстие, затем мы развальцовываем до окончательного сверла, через шаблон устанавливаем имплантат после... Нет, извините, в данном случае не устанавливали имплантат по шаблону, только проводили сверление, вы видите, как кровь заполняет вот эти промежутки между витками резьбы, покрывая поверхность имплантата, имплантат устанавливается на один миллиметр пекальные кромки гребня с вестибулярной стороны, через шесть недель у нас прекрасное заживление, хотя еще не достаточно созревшие ткани, что позволяет нам уже через шесть недель нагрузить имплантат постоянной конструкцией. Через шесть недель я вижу, у меня два миллиметра слизистые с вестибуляр по относительно уровня гребня, над шейкой имплантатой. Иногда мы устанавливаем имплантаты еще более глубоко и очень хорошее плотное герметичное запечатление между имплантатом и абатментом. Вот такой будет дизайн коронки с винтовой фиксацией на титановом основании, которая была изготовлена на уле Куперштайном. Это израильский техник. Как вы видите, через год рентгенологический и клинический уровень кости покрывает интерфейс между имплантатом и абатментом. Прекрасная адаптация мягких тканей. Через три года кость стабильная и прекрасно зрелые мягкие ткани. Здоровые состояния ткани. устанавливаем имплантаты В3 везде. И при открытом синус-лифтинге, даже когда у нас есть как минимум 2 мм и более резидуальной кости в области гребня, альвеолярной кости, мы недоразвальцовываем на один диаметр, устанавливаем имплантат. Эти зазоры заполняются кровью между стенками астатомического отверстия. И если недостаточно крови, нам нужно либо из данного участка забрать крови и еще добавить, либо собрать кость. При подготовке астатомического отверстия важно дефект не оставлять, сокрыть его костным материалом с кровью или костной ткани, в данном случае на нижней челюсти на 2 имплантата. Также субкристально, то есть глубже на 1 мм ждем 2 месяца. И затем мы использовали через слизистый компонент, который называется коннект, коннект, и использовали концепцию 1 абатмент навсегда, и вы оцените состояние мягких тканей. Это через слизистый абатмент, цельный, и теперь мы будем использовать поверх данного через слизистого компонента коннект, коронки с винтовой фиксацией на цитановых основаниях, которые фиксируются к абатменту коннект, и это то, как ситуация выглядит через год. При таком типе ортопедической концепции мы можем превратить абатменты bone level, который устанавливается вровень с костью, в tissue level, то есть, который устанавливается вровень с мягким тканей, используется через слизистый компонент, и при этом индивидуализированы, потому что данные через слизистые абатменты имеют разную высоту относительно мягких тканей. Завершим нашу презентацию анализом очень сложного клинического случая. Центральный резец с переломом корня, как вы видите, неровный десневой контур сходно, очень неэстетичный, отсутствуют зубы, некоторые зубы на верхней челюсти, но мы сейчас поговорим о центральном резце, несмотря на это. И пациент начал с ортодонтической подготовки, мы решили установить имплантаты сначала в дистальных отделах, прежде чем мы удалили центральный резец, вы видите, КЛКТ, отсутствует кость на протяжении всего корня, и мы должны понять, каким этапом мы будем адаптироваться, мы удалим, восстановим костную ткань, и затем установим имплантат, либо параллельно, либо поэтапно, или сначала мягкие ткани будем наращивать, и потом уже восстанавливать костные ткани, соответственно, создав достаточный конверт из мягких тканей. То есть, нам нужно выбрать много путей, которые ведут в РИФ, и что мы решили? Мы решили следовать всем тем требованиям, о которых мы говорили в начале лекции, мы в итоге должны получить более 3 мм мягких и твердых тканей вокруг шейки имплантата, по высоте также более 3 мм слизистой поверх шейки имплантата. Мы используем имплантат В3, который, соответственно, не приводит к компрессии кости, которая создается вокруг имплантата, мы будем устанавливать импланты по хирургическому шаблону, для того, чтобы использовать винтовую фиксацию реставрации, и мы будем использовать концепцию один абатмент с единоразовой фиксацией после установки имплантата, и мы будем использовать реставрический арсенал для использования концепции работы над пришечным контуром. до удаления корня я срезал коронку до уровня мягких тканей, зафиксировал вот такую временную частичную конструкцию, не съемную, с опорой на соседние зубы, которые были под кору, центральный резец, который был под коронкой из лапки на латеральном резце, 3,9 на 16 имплантат V3, для того, чтобы сделать этот момент на установку с высокой первичной фиксацией, и мы решили использовать аугментацию параллельно, и будущая коронка будет с винтовой фиксации, уже на этом этапе все спланировано, изготовлен хирургический шаблон, после удаления зуба, с переломом корня, и подготовки лунки, мы установили имплантат, V3, вы видите выраженный дефект, после установки имплантата в точном положении, которое было спланировано, и вестибулярно-орально, и достаточно глубоко, для будущей кости, примерно 2 мм субкристально, относительно будущего контура костной ткани, которую мы нарастим, доктор Феррару использовала двуслойную коллагеновую мембрану и методику направленной костной регенерации, использовали мембрану ОСИКС-ПЛАС, и поверх покрыли коллагеновые мембраны биогайд, это оптимальное сочетание мембран, для того, чтобы оптимизировать формирование кости, мы использовали гранулированную кость, и мы решили использовать не заглушку, а короткий формирователь десны, для того, чтобы поверх перекрыть мембраны, и также перекрыть мембраны, остеопластический материал, ушились наглухо, очень часто мы используем ПРФ поверх, для того, чтобы заживление произошло более быстро, более комфортно, в этом случае мы ждем 8 месяцев, опять-таки, с учетом биологических принципов и каскады формирования костной ткани, и через 8 месяцев, на этапе раскрытия, мы лоскут моделируем таким, формируем таким образом, для того, чтобы получить большую толщину с вестибулярной стороны, можно пересадить также депетрализованный сетельно-тканный трансплантат, депетрализованный свободный трансплантат, и через месяц после заживления мы убираем более длинный формирователь десны, и фиксируем коннект. Это цельный абатмент, то есть, у него нет шахты-винта, так, чтобы мы идеально герметично запечатывали соединение между имплантатом и абатментом с усилием 35 ньютонов на сантиметр. После этого мы трансформируем имплантат в bone level, то есть, с уровня кости в имплантат tissue level, с уровня мягких тканей, и протезирование идет на уровне мягких тканей, и в зависимости от ситуации, конечно, вы выбираете высоту этого абатмента коннекта, и выбираются различные заглушки, также разной высоты для поддержки мягким тканям, и выбираются абатменты, на которых уже протезируются. Я убираю первый формирователь десны, который был использован, теперь фиксирую абатмент коннект, который я выбрал для данной конкретной ситуации. мы должны учитывать, что мягкие ткани мы немного потеряем, получим значительную рецессию, и я должен это учитывать, и просчитывать, где будет контур мягких тканей, по кончанию и как глубоко я хочу сместить под десну ортопедическую платформу абатмента коннект. Используется временная пластмассовая коронка, которая выглядит через 4 месяца на коннекте, далеко еще до созревания, но, тем не менее, заживление без каких-либо эксцессов, толщина 5 мм от коннект до краевой десны, и мы понимаем, что нужно еще рассчитывать примерно на 1 мм рецессии, и мы получим примерно 3-4 мм манжеты. Это позволяет нам уже на этом этапе снять отиск, сканировать, в данном случае мы использовали традиционный протокол, техника, которая выбрана в данном случае для протезирования Стефана Энглезе, который работает с нами, работал с нами в данном случае, это итальянский техник, он создал прессованную, облицованную коронку, прессованные, прессованные реставрации, облицованные реставрации, коронки и виниры, в данном случае, и винтовая фиксация, естественно, с опорой на имплантат. Реставрации из имекса фиксируются по адгезивному протоколу, изоляция кофердамом один за другим, виниры, коронки фиксируются, традиционная концепция, которую мы используем, протезируя на зубах, и гибридная коронка на имплантате, внутреннее титановое основание, титановый абатмент, который облицом циркони, который, извините, покрывает циркони, который клеится, и поверх циркония имекс, дисликат лития. Соответственно, цирконий дает нам максимальную биосовместимость, а имекс, дисликат литий, дает нам эстетику и оптические характеристики титан, прочность обеспечить. Мы использовали систему отвертки, которая позволяет под углом получить доступ к винту, к фиксирующему винту скрин-скрю. И, соответственно, через 10 месяцев то, когда выглядит циклезионная поверхность, ортопантомограммы контрольные, до, извините, и контрольные ортопантомограммы. И, если мы посмотрим на снимки прицельные, и, если мы возьмем боковой резец за основу, что мы получили в итоге при восстановлении костной ткани и после установки имплантата и восстановления мягкой ткани, прекрасный дизайн, тюлепообразное поддесневое соединение на цельном аббатменте коннект и винтовая фиксация коронки, гибридной коронки, которая фиксируется к аббатменту коннект. Кость покрывает коннект, аббатмент коннект и ортопедическая платформа коннекта, она располагается над костью, в толще мягких тканей. И сейчас мы наблюдаем процесс созревания. Через 10 месяцев отличное прилегание тканей, хороший объем сосочков. Мы знаем, что через 2 года это будет выглядеть еще лучше. И мы сейчас видим эффект апельсиновой корочки в области операции, соответственно, созревания коллагеновых волокон. резюмируем. Концепция ВИТРИ и система имплантатов ВИТРИ обеспечивает нам определенные преимущества по умолчанию, по дизайну, и хирургических компонентов, сверл, и ортопедических компонентов. Мы можем получить высокую стабильность краевой кости, в отличие от других систем, имея более миниатюрную шейку, используя очень простой и интуитивный протокол. Мы не получаем компрессию краевой кости, соответственно, с минимальной, а во многих случаях при отсутствии краевой резоркции вообще. и это позволяет нам получить дополнительный объем костей и мягких тканей в области шейки, имплантатов в важных участках. И мы получаем оптимальную реакцию, великолепную реакцию мягких тканей, можно сказать, выдающуюся. И гораздо проще врачам получить гарантированный эстетический результат и отдаленный результат. Гораздо проще молодым работать, не говоря уже о мастодонтах. Каждому врачу просто при понимании протоколов можно получить гарантированный результат. И она работает точно так же, как и другая система имплантатов. Да, это революционный дизайн, но, тем не менее, простой. Очень просто в обращении, ничего особенного, просто нужно убедиться в том, что имплантат спланирован и установлен правильно. Те из вас, кто любят частичное удаление, вот плоская поверхность позволит вам установить имплантат при частичном удалении фрагмента. для корней. Те, кто любят проводить аугментацию как раз в области плоской шейки, получите больший объем костей мягких тканей. И биологические преимущества для мягких и твердых тканей, они определены дизайном, так же, как и эстетические преимущества. И, что еще более важно, это тот имплантат, который можно устанавливать в любом участке, и нет никаких ограничений по показаниям к применению данного имплантата. И можно отказаться от жонглирования различными системами имплантатов. Данный имплантат удовлетворит вас при различных показаниях. И на этом я бы хотел поблагодарить вас. И я открыт для ваших вопросов с вашей стороны. Огромное спасибо. Позвольте зачитать первый вопрос. Здравствуйте. Скажите пару слов о мембранах, какие мембраны оптимальные, синтетические, либо естественные, из натурального коллагена. Как вы понимаете, мягкие ткани, с мягкими тканями работает доктор Мирелла Ферау, и мы больше всего используем коллагеновые мембраны из нативного коллагена, ксеногенного происхождения, разных типов, будь то оси плюс, либо иногда мы используем мембраны ботис, получаем очень хорошие результаты при использовании обеих мембран. Мне кажется, мембрана важна, но гораздо важнее хирургическая методика и техника. Имплантат заполнится при установке имплантата за счет вращающих движений кровью любой имплантат. В итоге вы получаете по всей окружности кость вокруг треугольного имплантата, и, как я говорил ранее, у вас будет три зазора в области каждой плоской поверхности, и эти зазоры заполнятся костью. В тех случаях, когда у вас гранитная кость, которая не кровоточит, тогда важно сделать инъекцию крови из операционного поля. Я использую тогенную костную стружку, которую получил при подготовке астономического отверстия, но я это делаю только тогда, когда у нас кость очень плотная, некровоточащая. и если вы установили бы обычный имплантат, то даже кровь, если бы заполнила витки резьбы, вы бы все равно не увидели, как обеспечить первичную фиксацию. Используя финальное, последнее, сверло, опять-таки, дизайн сверла, соответственно, дизайну имплантата и обеспечивают высокую операционную функциональность. Ставос, привет! Да. Да. Здорово, что и друзья, так сказать, Ставрос Пеликанес из Греции, из Афин, один из них, вот наши друзья и коллеги, которые используют данную систему. Есть ли еще другие вопросы? Ну, тогда на этом все. Сейчас в Тель-Авиве у нас почти 9.30. Мне кажется, время уйти из клиник, из офисов. Желаю вам счастливого Нового Года. для иудеев, для иудеев только начался Новый Год. Желаю вам счастливого Нового Года и доброй ночи из Тель-Авива. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 субтитры сделал DimaTorzok